В режиме повышенной готовности продолжают работать все службы и ведомства городского округа Люберцы. Текущие вопросы обсудили на онлайн-заседании оперативного штаба. Встречу провел глава Люберец Владимир Ружицкий. С тех пор, как в Подмосковье вели режим повышенной готовности, сотрудники полиции несут усиленный вариант службы. Праздничные выходные и наступление теплой погоды стало поводом для уплотнения нарядов. Было составлено по 20.6.1 КОАП РФ 53 протокола и с административным назором по статье 3.6 КОАП Московской области составлено 7 протоколов. Также была большая работа проделана по людям 65+, очень много уведомлений, также было очень много предупреждений. Вместе с тем в столичном регионе действует особый противопожарный режим. За минувшую неделю сотрудники пожарно-спасательного гарнизона 60 раз выезжали по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации шести техногенных и двух природных возгораний. Четыре техногенных пожара произошли на территорию городского круга Люберцы. Это 30 апреля в Томилино, улице Булгарка, дом 18. Там хаос, подсобные помещения в квартире. 1 мая городского пролетарского проезда, дом 24, частая баня. 2 мая Люберцы, космонавт, дом 44, автомобиль легковой. И 3 мая деревня Мутихово, СНТ, ветеран, частый сарай. В результате пожаров пострадавших нет. Плановые ремонтные работы в многоквартирных домах приостановлены. Сейчас главная обязанность коммунальщиков – ежедневная уборка и дезинфекция подъездов. Обращения и жалобы поступающие от жителей находятся под контролем администрации. По всем вопросам проводятся выездные проверки. Динамика положительная, как видим по графику. Обравляющие организации ежедневно отчитываются в проведении дезинфекции подъезда посредством мобильного приложения, контролируемого управлением ЖКХ и главным управлением горжелинспекции Московской области. В режиме повышенной готовности работает единая дежурно-диспетчерская служба. За последние 10 дней операторы приняли более 23 тысяч обращений. 928 звонков поступило на горячую линию администрации. На телефон горячей линии администрации 19 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 26 по вопросам экологии, 17 обращений связаны с охраной общественного порядка, 11 с благоустройством городской территории, 10 с работой уличного освещения, 3 с нарушением закона о тишине. О проделанной работе рассказали также представители управлений благоустройства и дорожного хозяйства. Каждый день места наибольшего скопления людей дезинфицируют. Профилактические меры будут действовать в городском округе до особого распоряжения.